Добрый день! Вы смотрите итоги дня телеканала Уллправда ТВ. С вами Сергей Прус. Смотрите сегодня выпуски. Безопасность школьников в приоритете. Как в Димитровграде формируется карта безопасных маршрутов. Ульяновский онкодиспансер закупает уникальное оборудование. КПРФ против. Коммунистам не понравился бюджет на 2020 год. В Ульяновске гастролирует театр классического балета Касаткиной и Василева. Тема последних дней – это принятие бюджета на следующий год. Вчера в законодательном собрании Ульяновской области развернулись баталии между политическими фракциями. Напомним, региональные законодатели рассмотрели и приняли в первом чтении проект доходной части бюджета региона на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Что именно происходило в законодательном собрании в материале Павла Полового? 23 октября на заседании законодательного собрания в первом чтении были одобрены основные параметры проекта закона об областном бюджете Ульяновской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. По словам министра финансов Ульяновской области Екатерины Буцкой, за последние пять лет объем доходной части бюджета увеличился по сравнению с 2014 годом в 1,8 раза. И 2020 год не стал исключением. Налоговые и неналоговые доходы запланированы в объеме 49,8 миллиарда, что по сравнению с первоначальным планом на 2019 год выше на 5,5 миллиардов рублей. Еще до заседания лидеры фракции обозначили свои позиции и круг вопросов, которые, по их мнению, документ раскрывает не полностью. Мы сегодня рассматриваем важнейшую часть бюджета, прежде всего это доходная часть бюджета. Прежде чем мы подойдем к расходной части, делить, наверное, проще, когда есть чего делить. А вот сформировать доходную часть – это достаточно большая задача. Первое чтение бюджета – это всегда рассмотрение доходных статей бюджета, но в принципе это фактически перспективный план планирования. Я буду жестко и четко, заручившись поддержкой своих коллег-депутатов, сегодня говорить об резервах доходной части, о резервах подоходного налога. Фракцию КПРФ совершенно не удовлетворяет проект закона о бюджете на 20-й, на 21-й, 22-й по нескольким причинам. Но в частности мы говорим сегодня о доходной части. Для подавляющей части населения эти термины – доходы, расходы, дефицит, профицит – они являются не главными. Главное, чтобы наше население почувствовало реальный рост доходов, увидело облегчение жизни. Вот это задача всех депутатов, ну и, конечно же, нашей фракции. Основы областного бюджета составляют три ключевых доходных источника. Акцизы спрогнозированы в сумме 17,9 миллиардов и составляют 35,9 процента. Налог на доходы физических лиц составит 12,4 миллиарда, что составляет 24,9 процента. Налог на прибыли организации – 11,3 миллиарда. Таких сумм областной бюджет еще не содержал, и это вызывает определенную радость. Однако, как оказалось, не у всех. Есть неоспоримые успешные факты, скажем так, увеличения доходной части. Но, несмотря на это, мои коллеги сегодня, что меня удивило, допустим, фракция КПР в полном объеме. Значит, полностью раскритиковали этот бюджет, сказали, что все плохо. Сказали, что, значит, распределение неправильное. Сказали, что они его поддерживать не будут. Я думал, что это шутка. Но они действительно проголосовали все против до одного за этот бюджет. Тем самым, значит, поставили нас в очень сложную ситуацию, потому что я в своем выступлении четко сказал, мы будем поддерживать Димитровград. Возможно, региональные коммунисты таким образом пытались протестовать. Но, во-первых, непонятно, против чего в данном конкретном случае. А во-вторых, уложиться с принятием бюджета точно в срок означает получить вовремя и в полном объеме федеральные деньги, которые пойдут на развитие региона и социальные нужды. Стоит ли устраивать протесты, когда речь идет о благополучии жителей региона? И если конкретизировать, красного Димитровграда. Откуда желание загнать в финансовую пропасть соратников по партии и избирателей, поверивших именно региональному отделению КПРФ? Позиция этой фракции вызвала недоумение многих. В целом, ее можно обозначить словами «против всего», даже при очевидной выгоде для граждан. Нападки были очень странные. Например, в части того же самого Димитровграда, где КПРФ заняла первые позиции, было внесено предложение увеличить доходы Димитровграда практически в два раза. Прирост достаточно серьезный. Что в этом плохого, я не понимаю. Почему здесь нужно было вставать в позу и говорить, что нас это не устраивает? Не устраивает суммы, не устраивает что? В результате каких-то конструктивных предложений не было. Тем не менее, межбюджетные трансферты из областного бюджета в будущем году увеличатся почти на 3 миллиарда по сравнению с 2019 годом. Кроме того, все виды финансовой помощи муниципальным образованием нашего региона сохранены и по всем направлениям рост. Только на реализацию проекта поддержки местных инициатив в следующем году предусмотрено 180 миллионов рублей. Эти средства позволят муниципальным образованиям повысить гражданскую активность населения и решить конкретные вопросы местного значения, а также выполнять социальные обязательства. Более 70% этого бюджета тратится именно на социальную часть. Но, к сожалению, не все депутаты голосовали за, например, а фракции КПРФ проголосовали против. Для меня это тоже непонятно, каким же образом тогда и какая логика закладывается обеспечивать эти социальные выплаты, что у нас учителя с врачами будут бесплатно работать или куда-то в другое место нужно было направить эту доходную часть. Но это странно во всяком случае выглядит. Но самое важное, о чем я хотел бы сказать, на этом работа с доходной частью бюджета не заканчивается. После придирчивого рассмотрения документ был принят в первом чтении. Правительству региона удалось ответить на вопросы депутатов. Однако, как верно заметил председатель законодательного собрания Валерий Малышев, впереди рассмотрение расходной части бюджета. А это, как говорится, совсем другая история. Павел Половов, Юрий Ломатов, Новости Улл Правды ТВ. Не менее злободневная тема – это альтернативная котельная. Тема тарифов на тепло и переходы на новый вид обогрева домов обсуждалась сегодня в общественной палате Ульяновской области. Общественники и специалисты отвечали на вопросы жителей Ульяновска. Наш телеканал провел прямую трансляцию с этого заседания. Запись можно посмотреть на нашем сайте улправда.ру в разделе улправда.тв. В продолжение темы в Димитровграде в очередной раз подняли вопрос модернизации теплосетей западного района города. Одна из крупнейших ресурсоснабжающих организаций Димитровграда ООО «НИАР Генерация» выступила с предложением о капитальном ремонте сетей, обеспечивающих теплом треть всего города атомщиков. Однако сам монополист, необходимое количество миллионов рублей, которые исчисляется ни одной сотней, вложить в ремонт не может. И поэтому необходима помощь жителей. Слово нашим коллегам из Димитровграда. Встреча в многопрофильном лицее Димитровграде. Горожане и коммунальщики собрались, чтобы обсудить вопрос, решение которого откладывать уже просто нельзя. Исполнительный директор «НИАР Генерации» Антон Гак рассказал собравшимся о планах компании перекрыть потребности большого района в капитальном ремонте теплосетей. Мы, как я уже сказал, запланировали инвестные мероприятия, которые необходимы, и ремонтные мероприятия, которые срочно надо делать, для того, чтобы нормализовать теплоснабжение всех потребителей в западной части города Димитровграда. Если отбросить все детали, то компания хочет разобраться с недотопом посёлка Зелёного и школы номер 22, установить трубу повышенного диаметра на Квардейской для того же самого, и добиться нормализации распределения теплоносителя по всему СУЗГороду. Для этого компании необходимы дополнительные средства, помимо тех, которых им уже уделяет РУСАТОМ. Исходя из ежегодной ремонтной программы, ежегодная ремонтная программа неоргенерации, куда мы вкладываем деньги, составляет больше 100 миллионов рублей. Допустим, на 2020 год конкретно 102 миллиона рублей, 102 миллиона 539 тысяч. Из них на тепловые сети приходится 23 миллиона. Этих денег, по словам директора неоргенерации, хватает лишь на ремонт сетей, а никак не на их улучшение. Для этого, собственно говоря, и собрали всех активных жителей района в школе номер 5. Разумеется, грядущее повышение тарифа никого не обрадовало. Но люди по-разному реагировали на возможные изменения суммы в платежке. Вещи правильные здесь были озвучены о том, что давно назрел этот вопрос о модернизации систем теплоснабжения 11-го АМИ микрорайона. У нас в нашем доме проблема, это с 12-го года я вот живу, и с 12-го года мы там живем. Почему только в 19-м году задумались об этом, о модернизации подающего трубопроводу, об увеличении диаметра его, и почему только на Гвардейской будете прокладывать. Разумеется, не все были довольны и тем, что компания хочет модернизировать инженерные сети за счет жителей. То есть все это собрали на сводке к чему? К тому, чтобы общество одобрило повышение тарифа. Так или иначе, без согласия жителей на модернизацию сетей данное повышение не будет принято. Таким образом, у людей остается время понять, хотят ли они платить немного больше за тепло, а у него в генерации еще есть время проработать свой масштабный проект более детально. Кемран Кичимайкин, Анжелика Боровинок, Тимград-24, специально для УправДТВ. В этом году по нацпроекту здравоохранения для Ульяновского областного онкологического диспансера выделено 240 миллионов рублей. Это позволило закупить новое медицинское оборудование, часть из которого является уникальным. Так, например, аппарат томотерапии станет третьим в стране. А вот операционный микроскоп сделан индивидуально для Ульяновского онкодиспансера в Германии. Подробности у нашего корреспондента. Ульяновский областной клинический онкодиспансер получил новое оборудование. В этом году по нацпроекту здравоохранения для медучреждения выделено 240 миллионов рублей на эти цели. В основном все закупленное оборудование пребывает в октябре-ноябре. На сегодняшний день поставлено 57 единиц из 97 единиц оборудования. Оборудование крупное, важное, значит, которое определяет, в общем-то, и уровень диагностики, значит, онкологических заболеваний и уровень лечебной работы. Полностью заменена вся наркозная аппаратура и уже начала функционировать. Реанимация получила 6 новых дыхательных аппаратов. В следующем году планируется получить столько же и полностью обеспечить диспансер этим видом оборудования. Закуплено 3 современных УЗИ аппарата. Планировалось первоначально 2, но в итоге удачно проведенных торговых закупили еще один. Вот многие функции, те, которые врачу приходилось выполнять вручную, здесь уже за врача делает, значит, техника. Она, конечно, не заменяет врача, потому что главное – это кадры, но существенно облегчает работу, ускоряет работу, повышает качество работы и, соответственно, пропускную способность через это оборудование. А для отделения микрохирургии головы и шеи приобретен операционный микроскоп. Аппарат был сделан индивидуально для ульяновского онкодиспансера в Германии. С помощью этого микроскопа можно будет проводить операции, ради которых раньше приходилось пациентам уезжать в другие регионы. Специалисты диспансера прошли специальное обучение для работы на нем. Достоинство этой аппаратуры в том, что этот микроскоп именно предназначен для операции в области головы и шеи. У него есть очень интересная, так сказать, комплектация. Это комплектация, которая называется face-to-face, когда оператор, находящийся с этой стороны, и ассистент, находящийся с той стороны, смотрят на операционное поле. Вот здесь оно высвечено непосредственно параллельно и участвуют в операции. Помимо того, получена эндоскопическая и электрохирургическая техника. На следующий год планируется купить компьютерный томограф, лучевой ускоритель и уникальный аппарат томотерапии. Он станет третьим в стране. Два других стоят в Москве и Казани. Егор Дистов, Юрий Конехин, Новости Управды ТВ. В Димитровграде началась работа по формированию дорожной карты безопасных маршрутов для школьников. Реализация проекта проводится по поручению губернатора Ульяновской области Сергея Морозова. Так, в городе Атомщиков уже создана специальная комиссия по разработке карт безопасности и даже проведено первое выездное заседание. На нем побывала съемочная группа портала Димград-24. Первое рабочее выездное заседание комиссии по созданию карт безопасного маршрута школьников прошло в Первомайском районе. Руководство школы номер 19 и местная общественность обеспокоены состоянием территории возле образовательного учреждения. Эта проблема не одного дня, она уже в течение нескольких лет. Дело в том, что в нашем Первомайском микрорайоне неправильно расположены ливневки. И это создает большую проблему именно на подходе вот как к нашей школе номер 19, так и к шестому детскому саду. Вот эта дорога, которая между этими двумя учреждениями расположена, она во время дождей, весной, осенью, после схода снега, очень много воды скапливается на ней, в воде стекать некуда, в итоге возникают огромные лужи, грязь, и дети не могут просто подойти, войти в школу. Также по дороге, о которой идет речь, ведется очень интенсивное автомобильное движение, что, безусловно, создает опасность для школьников. Об этом общественность вела беседу во время рабочего визита в Димитровград губернатора. Сергей Морозов тогда поддержал инициативу Димитровградцев сделать проезд по дороге односторонним, а само полотно расширить. Комиссия всесторонне рассмотрела возможные варианты решения проблемы строительства ливневки, установки дорожных знаков, ограничивающих скорость на данном участке. Прежде чем будет принято окончательное решение, вопрос будет вынесен на обсуждение на транспортную комиссию. С 22 по 24 октября на сцене Ульяновского драматического театра имени Гончарова состоялись гастроли Государственного академического театра классического балета. Показы шли под эгидой проекта Федерального центра поддержки гастрольной деятельности «Большие гастроли». На выступление побывала Ирина Антонова. Три дня радовал ульяновцев своими знаменитыми балетами «Дон Кихот», «Капелия» и «Сотворение мира» Государственный академический театр классического балета, больше известный во всем мире как «Московский классический балет». Многодневные гастроли балетной тропы посвящены большому событию. Наталья Дмитриевна Касаткина – одна из основательниц этого театра. В этом году юбилей, который она обзывает без 15 и 100. Цифры не называют, просто без 15 и 100. И мы отметили эту дату 5 октября в Кремле, спектакль «Мне сестра». Открылись 12 сентября в Большом театре. И вот под этой шапкой без 15 и 100 эти гастроли проходят по России. Гастролёров принимал на своей сцене Ульяновский драматический театр имени Ивана Александровича Гончарова, который сотрудничает с Федеральным центром поддержки гастрольной деятельности. Открыл гастроли самый радостный и яркий спектакль в афише Больших гастролей – символ русского классического балета «Дон Кихот». Музыку к нему написал чех Людвиг Минкус, а первоначальную хореографическую версию предложил француз Мариус Петипа – главный балетмейстер российских императорских театров. Также гастролёры представили величайшую хореографическую комедию – балет-капеллия Лео Делиба. Его часто называют последним французским романтическим балетом. И под занавес ульяновцы увидели балет, вошедший в историю русского танцевального искусства «Сотворение мира» Андрея Петрова. Ирина Антонова, новости Уллправда ТВ. Сегодня прошла церемония открытия юбилейного 20-го по счёту офиса Россельхозбанка с участием первых лиц банка и региона. Председатель правительства Александр Смекалин и глава Минсельхоза Михаил Семёнкин стали почётными гостями мероприятия. В Ульяновске открылся новый офис Россельхозбанка. Церемония открытия юбилейного 20-го по счёту офиса прошла с участием первых лиц банка и региона. Председатель правительства Александр Смекалин и глава Минсельхоза Михаил Семёнкин стали почётными гостями мероприятия. Офис на Рябиково 21Б отличается не только функциональностью, но и уютной атмосферой. Первый заместитель председателя правления Россельхозбанка Кирилл Лёвин рассказал, в чём секрет располагающей и приятной обстановки. Новый формат, во-первых, заключается в том, что нет барьеров между клиентом и банкиром, так скажем, операционным работником. Новые материалы, современное прочтение бренда Россельхозбанка, ну и, собственно, удобная логистика для клиентов, для сотрудников. Россельхозбанк – давний партнёр Ульяновской области. Благодаря такому сотрудничеству регион может участвовать в федеральной программе развития сельских территорий. Уже сейчас направлены заявки на участие в этой программе более чем на 2 миллиарда рублей, а это и новые социальные объекты, и модернизация инфраструктуры, газификация, строительство новых дорог, ремонт водонапорных башен, ремонт водопроводов, ну и, безусловно, это и поддержка сельского товаропроизводителей. Агропромышленный комплекс не обходится без поддержки этого банка. Развитие сельских территорий происходит благодаря совместным программам. Сельчане берут кредиты под минимальные проценты, фермеры развивают свои хозяйства. Мы в этом году, всё, что касается поддержки по линии льготного кредитования, общей сложности, сельского товаропроизводителей прокредитовались на сумму порядка 2 миллиардов рублей, из которых, соответственно, 55 практически процентов, это непосредственно Россельхозбанк. Поэтому здесь мы говорим о том, что Россельхозбанк действительно является клиент-ориентированным, он особое внимание уделяет сельскому хозяйству. Поделились своими впечатлениями партнёры Ульяновского филиала банка, руководители агентства недвижимости. Очень удобно взаимодействовать с этим банком, так как у нас всё быстро проходит, буквально пару дней, вот, одобрение любых объектов практически. Комплексная поддержка экономики региона, участие в развитии агропромышленной отрасли, а также постоянное совершенствование своих продуктов и качества сервиса – главная миссия Ульяновского филиала Россельхозбанка. Виктория Черкова, Юрий Конихин, Новости Уллправды ТВ. Согласно прогнозу синоптиков, 25 октября не предвидится существенных изменений погодных условий. Температура воздуха днём удержится на уровне 13 градусов по Цельсию. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Магнитное поле спокойное, ультрафиолетовый индекс низкий. Президент России объявил 2019 год годом театра. Проект «Театральное Приволжье» реализуется при поддержке полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Видеоверсии спектаклей победителей регионального этапа, 14 школьных и 14 студенческих театров представлены в открытом доступе на сайте проекта театральноеприволжье.рф. С 1 октября спектакли ежедневно транслируются в эфире региональных телеканалов и сетях кабельного телевидения. Проголосовать за лучшую постановку ПФО можно будет в ноябре 2019 года по бесплатному номеру 8 800 350 35 43. У каждого спектакля свой номер. От 1 до 14 у студенческих, от 15 до 28 у школьных. Он размещен на экране при показе в эфире. В декабре 2019 года в Нижнем Новгороде будут подведены итоги фестиваля. Победители получат награды. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на телеканале Уллправда ТВ по будням 18.30, 20.30 и 22.30. А также на информационном портале управда.ру в 18.50. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok